Оценку хорошо поставили на днях первой гимназии сотрудники отдела надзорной деятельности Чистопольского района за своевременную эвакуацию учащихся и педагогического состава из здания учебного заведения при чрезвычайной ситуации. Такая учебная тренировка была проведена в рамках месячника безопасности детей. Сперва в течение 20 минут службы МЧС, это отдел надзорной деятельности, управление гражданской защиты, это ГИМС, рассказывали, как действовать при школьниках во время чрезвычайной ситуации, также поведение во время летнего отдыха детей. И последующим, завершающим этапом занятия была эвакуация данной школы. В принципе, в течение полутора минут эвакуации, у них в данной школе эвакуация происходит через три выхода, два запасных, один основной. У них есть методика распределения, куда, какие классы, через какой эвакуационный выход эвакуируют, чтобы не было пересечения данного направления. В данное учебное время показалось, что нормально сработали, эвакуация произошла. По легенде организаторов учений в школе случилась чрезвычайная ситуация, которая угрожает жизни людей, из-за чего персоналом школы была организована срочная эвакуация учащихся из учебного заведения. Все школьники и педагоги по сигналу тревоги быстро покинули здание. Затем учителя проверили наличие всех учеников, которые уже по отработанной схеме построились перед зданием школы. В ходе переклички выяснилось, что в учебном учреждении никого не осталось. Все эвакуировались за положенное нормативное время. Дальше начальник штаба проведена плановая эвакуация. Лист отсутствующих не имеется, настоящее и постоянное есть. Докладываю преподаватель организатор ОБЖ от города. Основная цель таких учений – всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и учащихся эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. По словам сотрудников отдела надзорной деятельности, безопасной школы сама по себе не появится. Для этого нужна кропотливая работа, практические тренировки персонала и учащихся, а также беседы об основных правилах поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Если не смогут выйти из кабинета, они должны плотно закрыть двери, щели, чтобы дым не заходил, чтобы не отравились. И после чего сообщить пожарную охрану либо прохожим. По их мнению, при хорошей тренированности взрослых и детей, а также четкой координации принимаемых мер, можно защититься от последствий любой чрезвычайной ситуации не только в школе, но и дома. Также с приближением купального сезона усвоенные в этот день правила поведения помогут при чрезвычайных ситуациях на воде. Сегодня мы узнали очень важную информацию. Сегодня у нас было что-то типа мастер-класса, мы узнали о том, как нужно вести себя на водоемах. На самом деле это очень важно, потому что молодежь любит веселиться, любит воду. И как сказал нам наш гость, он сказал, конечно, люди любят воду, но не живут там, поэтому эта информация, она, думаю, пригодится всем. Какие основные правила ты можешь нам рассказать? Которые сегодня узнала? Ну, во-первых, нельзя прыгать в воду, то есть нужно предварительно осмотреть днём. Также нужно следить за маленькими детьми, если они у вас есть с собой, то есть нужно за ним следить. Также можно, ну то есть всегда надо с собой брать спасательные жилеты, круги, не надо надеяться на то, что вы умеете плавать, потому что, ну, разные случаи могут быть, и, конечно, когда ты находишься на лодке, обязательно должен быть жилет спасательный.